Привет, дорогие ютуберские! Обещал выходить на связь, но пропал, как обычно, на долгое время. Очень много всего в жизни произошло, но главное остается неизменным. Я здесь, перед камерой, записываю для вас свое мнение по игре Локомотива. Делаю это непосредственно на стриме. Стрим проходит на платформе vkplay.live. И мне нужна ваша поддержка, мне нужна ваша помощь. Если есть возможность, заходите на стримы, общайтесь со мной там вживую, ставьте сердечки, ставьте лайки. В общем, все, что найдете, все ставьте. Буду очень рад вас там видеть. Ну, а Локомотив сыграл со Спартаком в ничью 1-1. И послевкусие от этой игры, то, что Локомотив опять потерял очки. Не то, что Локомотив спасся в концовке, не то, что Локомотив там отбивался от Спартака и еле-еле даже одно очко для нас за счастье. Нет, послевкусие после игры. И в чатике очень много об этом пишут, и Галактионова все гонят, и все на свете говорят плохое про Локомотив. Это то, что Локомотив потерял свои очки и сыграл со Спартаком 1-1. Я могу понять это мнение. Локомотив играл большую часть матча в большинстве. И такое уже у Локомотива было. Не так давно при немцах Локомотив сыграл 1-1 со Спартаком. Тогда, правда, порядок голов был немножко другим. Тогда сначала Керк забил, потом было удаление, потом во втором тайме Спартак сравнял. И Локомотив не смог дожать Спартак, имея на одного игрока больше. Этот матч складывался по другим лекалам. Немножко другой характер носила игра. Но, тем не менее, все равно Локомотив должен был и обязан был забирать эту встречу по нескольким причинам. Одна из этих причин это то, что Локомотив в чемпионате потерял уже очень много очков. Мы проиграли матч Ростову, который не должны были проигрывать. Но, в общем и целом, не сказать, что Локомотив принеседовал на победу. И мы сыграли в ничью с Динамо. Вот этот матч мы обязательно должны были выигрывать. У нас было огромное количество моментов. Мы прессинговали Динамо. Мы били поворотом Лещука. Лещук там прыгал как кошка. И Баринов на последних секундах, конечно, мог нам принести победу. Не получилось. И мы там заработали 1 очко. С Ростовом мы заработали 0 очков. И если мы сейчас со Спартаком не зарабатываем 3, а зарабатываем 1 или 0, то мы потихонечку-потихонечку опускаемся в турнирные таблицы все ниже и ниже. Мы и так уже, наверное, давно не претендуем на первое место. Но с этими потерями очков мы уже и от тройки довольно далеко отваливаемся. Нужен будет весной большой спорт, чтобы в эту самую тройку вернуться. А за первое место, наверное, даже и спорта весеннего не хватит, чтобы побороться. Но это будут дела весенние. Будет, возможно, новый локомотив. Возможно, будут другие команды в чемпионате играть. Мы знаем, что зимой очень много происходит разных вещей в чемпионате. Кто-то слабеет, кто-то становится сильнее. Может быть, и локомотив станет сильнее. Вот ходят слухи про Лукаса Веру, который, наверное, локомотив усилит. И сегодняшний матч показал, в каком контексте Вера может усилить локомотив. Вообще очень много после того, как появился слух от Карпова, что Лукас Вера может прийти в локомотив. Было очень много негативных комментариев. Зачем нам Вера? Да у нас все в порядке в центре поля. Вера слабый футболист. И вообще не нужно нам таких футболистов гнать селекцию. Но, как оказывается, если у вас травмируется Артем Карпукас, вам просто некем его заменить. За то время, что травмирован Карпукас, а это чуть больше месяца, локомотив на эту позицию попробовал сначала Константина Мардешвили, затем Марио Митая, и теперь перешли к варианту с Даней Куликовым. Все три варианта крайне далеки от оптимального, крайне далеки от того, что хочется видеть в центре поля у локомотива. К сожалению, ни Мардешвили, ни Митой, ни сегодняшний перформанс Дани Куликова это вообще не то, что хочется видеть. Ну, отчасти у Митая хороший был матч против Динамо, но после этого последовал матч против Ростова, где Митый что был, что не был, по сути, как и Куликов. Сегодня не самая удачная игра от Марио. Вот, и в этом плане приход Веры может дать, по крайней мере, нам активность впереди. У Веры отличный пас вперед, у Веры отличные проникающие передачи. Да, плохой отбор, да, он вообще недисциплинированно в этом самом отборе играет, но, по крайней мере, да, ты можешь надеяться, что если ты поставишь Веру, он из трех своих передач не отдаст две ваут. Ну, Вера, по крайней мере, может отдать передачу в штрафную, может закинуть на Пеняева, на Глушенкова, на Антона Мирничука, на Дзюбу и попадет им в голову, в отличие от наших центральных полузащитников. Оказывается, да, огромнейшая проблема есть с центром поля, и эта проблема еще отчасти возникает из-за того, что не хочет Галактионов пробовать на позиции центрального полузащитника молодого Мишу Щетинина. Миша Щетинин сыграл в Ростове, наверное, еще даже не успел вернуться в Москву, они на поезде едут. В пятницу команда сыграла и одержала важную победу, обогнала Ростов, вышла на первую строчку, но, тем не менее, мы же понимаем, что главная команда есть главная команда, и можно было Мишу Щетинину туда вообще не отпускать. Но он туда съездил, он там сыграл, и как опция в этом матче не рассматривался совсем. Но, конечно, выход Дани Куликова, это просто гром среди ясного неба. Думаю, никто такого не ожидал, хотя на неделе сыграли матч с Рубином, Даня Куликов выходил, но ничего особенного не показал в этой игре. Не было у него каких-то там голевых передач, не было каких-то голевых свершений, не было такого, что он там в одиночку весь центр поля перекусывал. Да и Рубин не Спартак, прямо скажем. Рубин это не та команда, особенно тот Рубин, который выходил против нас, полу вторым составом, даже ближе прям к полноценному второму составу. Спартак-то по-другому играет в футбол. У Спартака есть Данил Пруцов, у Спартака есть Квинс и Промес, у Спартака есть еще там Руслан Литвинов, еще несколько игроков в центре, которые могут давить, и если ты их не остановишь, будет бобо, будет очень больно. И первые полчаса матча Спартак очень сильно давил на Локомотив. Это не было опасно, это не было с большим количеством моментов у ворот Лантратова, по большому счету, ну, наверное, только дальний удар Зиньковского вспоминается, как что-то опасное. Действительно, дали пройти, дали с любимой правой ноги приложиться, но Лантратов спокойный мяч намертво взял, даже отмечать такой момент не хочется. Но что было в большом количестве, так это атак левым краем у Спартака, и, соответственно, правым краем нашей обороны постоянно приходилось Нинахову и Самошникову держать как минимум троих футболистов Спартака. Это Квинс и Промес, который постоянно играл слева, это Зиньковский, который налево смещался, и это Репчук, который из глубины подключался в атаку. Не всегда хватало сил, но на помощь приходили Дмитрий Баринов, на помощь приходил Женя Морозов, и кое-как удавалось отбиваться. 30 минут плюс-минус мы играли, потом начали уходить на чужую половину поля, проводить свои быстрые атаки, собственно, сами атаковали ворота Спартака. И в концовке тайма, ну, где-то минуты на 40-й, еще один перехват ознаменовался тем, что Дзюба скинул мяч Антону Миранчуку, и Антон Миранчук подставился под Хусевича, который заработал красную карточку. На этом, соответственно, матч разделился на две части. До этого эпизода и после этого эпизода. После этого эпизода Локомотив уже играл с преимуществом, Локомотив создал большое количество моментов, но как это постоянно бывает в последний месяц, Локомотив никак не мог забить гол. Тикнезиан бил по пустым воротам, мяч отрикошетил от Мойзеса, пролетел мимо. Еще был ряд моментов, да, это уже при счете 1-1, там у Рыбчинского был супермомент, но об этом чуть позже скажем. Ну, короче, были куча моментов. Локомотив по статистическим сервисам насоздавал там примерно на 1,8 гола, 1,8 XG, но забил только один раз. Отличился Артем Дзюба. И вообще, если брать последние матчи, если брать матч с Динамо, с Ростовом и сегодняшний с Спартаком, то мы суммарно в этих матчах набрали моментов на 5 голов. 5, это очень много. А забили 1. Мы не забили Ростову, мы не забили Динамо, и мы забили Спартаку всего 1 гол. А должны были 5 по метрике XG. Мы создавали моменты, в которых, ну, мячу некуда деваться, кроме как попадать в створ. Но потом Дмитрий Рыбчинский замахивается и бьет мимо Максименко и мимо штанги. Уже в меньшинстве Спартак на второй тайм перестроился, выпустил Мозеса, стал играть немножко по-другому. Еще концовку первого тайма они старались играть как обычно, давили, что-то бегали и скорее попадали над быстрой атаки Локомотива. Во втором тайме они уже стали играть спокойнее у своих ворот и сами бегали в быстрой атаке, в основном теперь правом крае, где, видимо, заигрывался на эрте Кнезян, постоянно убегал вперед. И одна из этих атак прошла, хотя она не была какой-то супербыстрой, нас не поймали на каких-то перестроениях. Нет, просто мяч катался по нашей штрафной, катался, катался, катался. Куликов не справился с Пруцовым, Текнезян не справился там еще с кем-то. Мяч выкатился Промису, который спиной к воротам, скатил его Зиньковскому и Зиньковский пробил неотразимо для Ландратова. Бах! И проигрываем 0-1. Манча, который должен быть абсолютно нашим, в который мы должны просто взять, просто сорвать это яблоко с дерева и съесть его. Мы проигрываем 0-1. Что делает Михаил Галактионов? Ну, во-первых, он в принципе выпустил зачем-то Куликова на поле, и никто так и не понял, какова была идея выпуска Куликова, он так ничего и не сделал. Он меняет Куликова на Сергея Пеняева. Надо забивать, мы выпускаем атакующего футболиста, и в этот момент идет смена схемы. Оно не очень хорошо работает. Смена схемы произошла. У нас в принципе, да, если сориентируетесь, то мы играем 4-2-3-1, но наш левый полузащитник Антон Миранчук номинальный на самом деле играл практически с центром. В центре. Они играли одновременно с Глушенковым в центре, а вся левая бровка была отдана Текнезяну. Соответственно, когда выпустили Сергея Пеняева, эта левая бровка отошла к Сергею Пеняеву, а расположение Антона Миранчука и Максима Глушенкова так и осталось примерно в центре. И мы стали играть что-то похожее на 4-1-4-1, но Миранчук периодически все-таки оттягивался в опорную зону к Дмитрию Баринову, чтобы получать мячи. И мы стали играть 4-1-4-1, и вдруг неожиданно Максим Глушенков, который весь матч играл очень скверно, очень так себе, принял мяч на правом краю, перебросил через защитника, Антон скинул ему, а Максим прошел еще в штрафную, каким-то чудом отдал на Дзюбу, и Дзюба забил гол. У нас есть еще 25 минут, сейчас додавим, подумалось мне. Ни хрена подобного. Во-первых, пошла вторая, не самая понятная мне замена от Галактионова. Замена Самошникова на Рыбчинского. Я не очень понимаю вообще зачем и почему. То есть, понимаете, что в матче со Спартаком мы играем, используя Дмитрия Рыбчинского и Дани Куликова. Мне это в кошмарном сне не приснится. Очень хотелось, чтобы по окончанию предыдущего сезона ни того, ни другого в нашей команде в принципе не было. А тут мы играем со Спартаком и надеемся, что Дмитрий Рыбчинский это наше усиление с лавки, которая пойдет и добьет Спартак. Как бы не так. Это при том, что на лавке, например, сидел Владислав Сорвели, который провел прекраснейший матч против Рубина. Сделал хорошую передачу, забил классный породистый гол. И, ну, в целом, похож на игрока, который нужен в этом футболе. Нам не нужно, когда мы играем в большинстве, Рыбчинский, который будет бегать по бровке. Нам нужен человек, который будет контролировать мяч и понимать перестроение Мирнчука, Пеняева, Глушенкова. И это звучит как описание Владислава Сорвели, а не как описание Дмитрия Рыбчинского. Но, тем не менее, при счете 1-1 возникает супер момент. Сергей Пеняев прорывается по левому флангу, бьет по рукам Максименко. Максименко отбивает ладошками. Мяч выкатывается Рыбчинскому. Слева есть игрок Текнезян. Точнее, не слева, а чуть-чуть сзади Текнезян. Справа есть Зюба, еще правее Сулейманов. На тебя несется Максименко. Любой нормальный футболист, у которого есть что-то в голове, делает скидку на игрока, который находится в более удобной позиции. Что делает Рыбчинский? Он открывает глаза пошире, они становятся размером с 10-рублевой монеты и бьет с нерабочей левой ноги, естественно, не попадая по воротам. Это уже не первый раз с Дмитрием Рыбчинским происходит. Помните матч с футбольным клубом Сочи, где на 94-й минуте Дмитрию Рыбчинскому просто нужно было попасть в пустые ворота, оставленные вратарем. Рыбчинский замахивается, смотрит на ворота и бьет по Ване Дыркушичу, который стоит в этом створе и даже особо не пытается что-то сделать. Просто мяч в него прилетает. Локомотив не выходит вперед в этом матче, к сожалению. И дальше есть еще одна замена, это Тимур Сулейманов, который выходит вместо травмировавшегося Максима Глушенкова, которому коленом в колено попали, ну, точнее, сам он даже попал в Мартинца колено в колено. Возможно, если бы Максим Глушенков доиграл матч до конца, были бы еще какие-то моменты, но, по большому счету, ну, было еще несколько полумоментов. Например, Тимур Сулейманов бил головой после навеса Пеняева. Была одна быстрая атака, которая, опять же, ничем не закончилась. И Локомотив играет с Спартаком в ничью 1-1. Локомотив играет со Спартаком с преимуществом, с позицией силы. Должен был побеждать в этом матче, но осадок крайне неприятный. Локомотив теряет очки, Локомотив в очередной раз не может. Локомотив подобраться поближе к тройке лидеров. Теперь у них матч, у нас матч с Ахматом. Это чуть-чуть попроще, но даже если выиграем, то все равно это максимум в четырехматчевом отрезке от сборной до сборной. Это всего 5 очков. Очень-очень мало 5 очков в четырех матчах. Это не уровень борьбы за высокие места. К сожалению, проблема, которая вырисовывается у Локомотива вот в последних матчах, это проблема низкой квалификации игроков. И особенно это проблема низкого тонуса игроков. И эта проблема возникает из-за того, что у Локомотива этих футболистов очень много. То есть мы пока дошли до Куликова, мы попробовали Мардешвили, потом мы попробовали Митая, а еще у нас есть Михаил Щетинин. И Даня Куликов не играл 2-3 месяца, вышел на рубин, что-то вроде как-то нормально поиграл и давай играть против Спартака на 15-тысячном стадионе. 15 тысяч человек пришло, ничего себе. Давненько такого количества болельщиков на трибунах не было. Но и Даня поплыл. То же самое можно сказать про Рыбчинского. Рыбчинский не играл уже 100 лет, то есть в августе его выпускали. Потом началась эпоха, когда мы стали выпускать на краях атаки крайних защитников. И про Дмитрия Рыбчинского мы как будто просто забыли. А теперь на матч со Спартаком отряхнули, достали Нафталином, помазали и... Нафталина на ворот отряхнули. И выпустили на поле решать матч со Спартаком. Ну конечно, когда человек не играет несколько месяцев, выйти и решить матч против Спартака, ну наверное может игрок высокого класса. Да, если бы это был Джефферсон Фарфан, если бы это был Мануэл Фернандеш. Но когда мы говорим про Дмитрия Рыбчинского, ему чтобы такие моменты решать, я думаю, что нужно месяца два стабильно играть, каждый матч выходить в основе. И тогда он такие моменты будет уже не с глаза по пять копеек, а нормально посмотрит на поле, нормально выкатит мяч Сулейманову. Или сам может быть все-таки щечкой пробьет в пустой угол, а не будет бить на силу с левой ноги нерабочий. И так про многие позиции можно сказать. Более-менее стабилизировали оборону. И в этой обороне, да, если никто не вылетает, то мы играем нормально. У Спартака много моментов в наших ворот не было, опять меньше одного XG создал наш соперник. В атаке есть определенные вопросы. Мне кажется, что зимой важно будет не просто усилить локомотив, не просто купить игроков на позицию центрального полузащитника Веру, или атакующего полузащитника Никиту Салтыкова, или нападающего, не знаю, какого-нибудь Пьерота, не дай бог. Важно будет разгрузить состав локомотива. Важно будет сказать Ивану Кузьмичеву, что ты не будешь играть в локомотиве. Даня Куликов, ты не будешь играть в локомотиве. Дмитрий Рыбчинский, пора искать новую команду. И так пройтись, там, Костя Мардешвили, тоже нужно искать новую команду. Ну, потому что, ну, не тянете вы, не тянете выполнять те требования, которые требуют от вас Галактионов, которые требуют от вас российская премьер-лига. Может быть, вы неплохие футболисты. Я почти уверен, что Костя Мардешвили станет достаточно видным футболистом на уровне российской премьер-лиги. Но в локомотиве, в локомотиве Галактионова, в схеме 4-2-3-1 с этими партнерами вы не нужны. И нужно набраться смелости, нужно набраться воли, и избавиться от этого большого количества футболистов, которые растренированы, но которые создают видимость того, что их можно выпустить, и они что-то сделают. И лучше играть обоймой 18 человек, чем 25, но из этих 25, 7, на которых ты не можешь рассчитывать. Да, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. При этом, да, тоже очень много и в чатике встречал, и просто мнение о том, что Галактионова надо гнать, что мы в очередной раз провалили осень, что локомотив вообще позор, и как так можно играть. Но есть, ну, как бы, простая история, что локомотив, не потратив практически ничего этим летом, идет в верхней половине турнирной таблицы, идет в одни очки со Спартаком, который потратил там почти 20 миллионов евро, в одни очки из Динамо, чуть меньше очков, чем у ЦСКА, но в целом разница не очень большая. И говорить про провальную осень, когда идет нормальный набор очков в, опять же, как обычно, тяжелых условиях, когда у тебя нету Артема Карпукаса, как мы можем играть без Артема Карпукаса, просто непонятно. Ну, не приходится. Мы очки собираем, мы очки набираем, и я думаю, что, ну, через неделю, если мы Ахмат обыграем, то, опять же, у локомотива там будет 24 очка после 15 игр, нормальный, не очень качественный, не очень крутой результат, не лучший в истории локомотива, но обычно у нас, ну, очков на 6 больше, а это не сказать, что какая-то прям супергромадная разница. В прошлом году у нас после 15 матчей было, по-моему, очков 13. Вот это разница огромная. Но, к сожалению, низкий уровень исполнителей, и низкий игровой тонус этих самых исполнителей не позволяет нам забирать свои очки, не позволяет нам забирать свои матчи, когда кажется, что, ну, матч с Динамо должен быть нашим. Ты играешь больше тайма со Спартаком, создаешь моменты, матч должен быть нашим. А в итоге пшик и вместо трех очков всего одно. Надеюсь, что зимой команда поработает, надеюсь, что зимой Галактионов поработает, что тренерский штаб и спортивный штаб работают над усилением позиций. Сейчас очевидно, что нам это нужно. Сейчас очевидно, что действующие футболисты Локомотива не способны на постоянной, на регулярной основе стабильно забирать пограничные матчи, не говоря уж, ну, сейчас мы видим, что они не способны забирать даже свои матчи на постоянной основе. Ты можешь один такой матч в сезон отдать сопернику, два таких матча ты можешь в сезон отдать сопернику, но у нас таких матчей уже огромное количество набирается. И, к сожалению, нет ощущения, что этот матч последний, вот дальше обязательно будет лучше. Дай бог, чтобы не было, но почему-то есть ощущение, что с каким-нибудь Зенитом сыграем, снова будет куча моментов, и снова мы умудримся не забить что-нибудь там в пустые ворота. Как-то князиан-то попал в Питере в пустые ворота, тоже громадный вопрос. Вот, так что, ну, будем готовиться, будем ждать и надеяться, что все будет хорошо. Все, с вами был Тим, до новых встреч, приходите обязательно на трансляции.